Субтитры сделал DimaTorzok Учеба, работа, свои проблемы Наконец-то спустя все это время я посмотрел на курс Я решил, что либо сейчас, либо никогда Потому что курс будет продолжать расти И все это через несколько лет или через год будет стоить намного дороже Я взял основные компоненты Это мать, блок питания, оперативка, 980 GeForce Ну и кулерный процессор и новый процессор Корпус у меня старый Уже и так в бюджет я не укладывался Короче, корпус решил старый, потом докуплю как-нибудь И харды у меня есть То есть у меня два харда и SSD-шник один Ну и кулеры там, это все есть Стоит без крышки, охлаждается Вот так, ну давайте пробежимся Что-то падает, пробежимся по характеристикам Значит, ну видеокарта понятна MCI-овская 980, 4 гигабайта Выбор пал на нее, потому что в 970 Там не настоящие 4 гигабайта А 3,5, которые работают на нормальной частоте И пол гигабайта, которые последние Которые работают на скорости, по-моему От 20 до 70 гигабайт в секунду И, короче, ну бракуют ее очень сильно Короче, я решил забить и взять Что-то на долгое время, чтобы хватило Потому что сейчас она на ультрах тянет все И я думаю, в ближайшие 3 года она точно будет тянуть все на ультрах А потом будет снижение, ну потихонечку высокие Потом просто средние буду врубать То есть у меня стоит сейчас видеокарта Вы не поверите, у меня все обзоры и все было записано На видеокарте GeForce GT 880 Это очень старая видеокарта Вот тот компьютер, который у меня стоит сейчас, ему 7 лет Вот, и тем не менее он все тянет В ней 512 мегабайта В этой 4 гигабайта Вот, 256 шина Значит, стоила она у нас 38 790 Все покупал в DNS и в Citilink Так, по поводу оперативки Значит, взял две планки Каждая планка по 8 гигабайт Всего 16 Выбор пал на Круц и Албалистик По той простой причине, что у нее самые маленькие тайминги Из всех представленных Она оставалась уже последняя В моем городе И по цене она тоже выходила То есть, видать, старая закупка, старая цена была И она уже оставалась последняя Поэтому взяли и мне ее советовали Стоила она у нас До фига Так, эти не туда Так, эти не туда Это DNS Вот Модуль памяти Круц и Албалистик Тактикл 1600 Значит, две планки DDR3 В общем, оно вот этому не обошлось В 6600 Так, теперь далее Процессор Ребята Совет вам на будущее Берите процессор Есть две комплектации Процессоров Это комплектация в боксе В коробке она у вас идет И OEM Вот смотрите, что предоставляет OEM Комплектация Это CityLink Я, конечно, не знаю Так ли оно должно прямо идти Но даже элементарно Пакетик не запечатан То есть, вот как мне выдали это в магазине Ну, мне не особо, конечно, понравилось Вроде я так посмотрел Все нормально Но, конечно, у меня большие вопросы По качеству Ну, короче, берите лучше в боксе, ребят Он будет запечатан Вы будете спокойны Все будет нормально, я считаю Процессор С возможностью разгона Господи 46 Господи, я уже забыл 4690K Core i5 Ну, брал с возможностью разгона Для дальнейшего Если будет повышаться у нас Игры и программы То буду разгонять Смотреть Так Теперь идем Значит Блок питания Блок питания тоже брался С расчетом на долгие годы С расчетом на мощную видеокарту Стоит он До фига Ну, как до фига Чифтек Сейчас, подождите Че у нас там Че у нас там Че у нас там Че у нас там Ага Чифтек А135 Серия 750 Ватт Бронза 5990 То есть 6000 Все его советовали Говорили, что хороший Он запечатан Модульная система Вот Так что сейчас будем смотреть Только по линии Там И По версиям Вообще, короче, замечательно Я рассмотрел Сейчас вам так и не расскажу Все ссылки кину Скорее всего Под видео Значит Процессор у нас Стоил Core i5 Я не сказал Тоже сколько Значит 19120 Рублей Так Теперь, что мы не перечислили Материнка Мать была взята 2014 года Чипсет 97 Как вы видите Не знаю, видите или нет Давайте я вам покажу Вот такая вот Ну, коробка Мать Сейчас я приступлю к сборке Чуть позже Мать такая Ну У нее, по-моему, есть возможность Да Поддержка Crossfire Ну Мне Crossfire не нужно Они идут только на AMD Сные карты Сли Я не стал брать Слишком Потому что С поддержкой Сли Материнку По той простой причине Что я и так беру 980 Чтобы потом Воткнуть Ну Сли еще один порт Мне следовательно Нужна такая же видеокарта То есть Мне нужна 980 Я не знаю Это, ну, как бы Прирост они дают От 30 до 60% Для видеокарты Конечно, это круто Но Я очень сомневаюсь Что я когда-нибудь Докуплю сюда Еще 980 Включить Сегодняшний курс Мне кажется Она так и останется По такой же цене Так Мать у нас Значит На 4 На 6 Сата Есть Z97 Z97 K И по-моему Z97 P Что ли Или A Индекс у нее Тоже возможность Разгона у нее есть Воспринимает Оперативку До 3000 Да С учетом разгона Так И Ну Это все В принципе А, ну Сокет 1155 Ой 1150 Как у Матери Так и у Процессора Логично Вот Ну она как-то Без изъянов В принципе Без каких-то излишков По поводу нее Такого чего-то Не могу сказать Asus считался Хорошей компанией Не знаю Что у них сейчас У меня старая Материнка Тоже P 5 SE Уже хорошо стоит Долгое время И ничего с ней не было Надеюсь Это мне прослужит нормально Вот Ну и Значит А Материнка мне обошлась В Короче Был выбор Брать гейм MCI И очень хотелось Взять GeForce Ой Хотелось взять Asus Видеокарту Чтобы она подходила Ну как бы Не то чтобы подходила Чтобы одна марка была Но Я взял MCI Потому что она была В данный момент В магазине И Asus Тоже она была Game 5 была Но она стоит На 2000 дороже А прикола в ней Я особо не увидел У нее просто есть Сли Ну как бы Мне не нужно Я просто за это Буду переплачивать Так Мать у нас обошлась В Даже не знаю В 7790 рублей HDMI DVI DSAP 4 слота DDR3 До 3200 И 2 порта Ну PCI Но это для Crossfire Кулер Deepcool 400FS У нас Обошелся Я просто заказывал В двух разных магазинах Поэтому Все так Значит 1420 рублей Обошелся кулер Очень Значит Хороший кулер Несмотря на то что он Маленький Должен Хорошо охлаждать Core i5 Ну конечно Если мы будем разгонять Ну Пока не буду разгонять Надо будет конечно Менять кулер На Чуть-чуть Помощнее В принципе Можно снять Кулер Сам Вот Радиатор оставить Кулер снять И поставить Два Помощнее кулера То есть Один на вдув Другой на выдов Я видел Народ прям Занимается Прям сразу Этим занимаются Сразу это делают Ну мы так оставим Медные трубки 8 медных трубок То есть Ну в общей Суме И Нижняя часть Радиатора Где он Примыкает к процессору Она тоже Вся медная То есть Медь у нас Очень хорошо Отводит тепло Вот Ну и Видимо Все Харды Я не помню Уже у меня какие Вот Сейчас Я буду Из старого Корпуса Все это Вынимать Свое А Общая Стоимость У нас Вылетела В 80 Кусков До хрена Я хотел Изначально Брать Core i7 Последний Но По четвертой Ветке Но Мне посоветовали Взять Core i5 Потому что Разницы я не увижу А Выгода в цене Есть 980 Понятно Чифтек Понятно Асус Просто Качество Баллистик Самый Низкий По таймингам Там 8-8-24 Насколько я помню Deepcool Он Самый Такой Средний Средний Выбор Идет Ну и В принципе Все Да Сейчас Все Будем Это Перебирать Разбирать Собирать Смотреть Что как Так что Давайте До следующего Включения